друзья здравствуйте валерий бавсыновский я просто хочу вот показать еще домашние задания владимира фомичева то есть действительно вижу что будет толк если продолжит то есть выполнение всех рекомендаций вот были по настройкам скриншоты вы суть главный уловить так то есть вот в этом курсе в этом курсе джанга 2 плюс сервер здесь мы рассматриваем уже джанга на профессиональном уровне потому что уроков для новичков больше чем достаточно вот а здесь уже рассматриваем на профессиональном уровне и конечно же включается очень большая работа самого участника и я вижу что вот он дал отчет то есть что такое на настройки ос и так далее суз и и так далее да то есть серьезные отношения ребят это очень важно я не раз говорил что вот приходит человек да он начинает звучать python еще все зыбко то есть не не может быть такого то твердого понимания вот когда человек прошел python написал уже разобрался немножко в джанга написал первые сайты наступает время когда надо очередной раз подходить к джанга но уже не оставлять возможности недопонимание то есть идет огромнейшая работа огромнейшая работа и все эти домашние задания надо прописывать прописывать когда вы прописываете вам вы вы вынуждены объяснять и следите за тем что вы понимаете дальше давайте посмотрим вот допустим ассалюты овердайс да я неправильно читаю очень частая настройка вообще которая выручает да то есть правильно человек и по умолчанию пустой словарь словарь содержащий ключи в формате up label model name да то есть что вот я читаю а вы когда слушаете понимаете о чем о чем речь что такое label что такое модель name и так далее и так далее то есть вы должны во всем этом разбираться дальше посмотрим что здесь еще есть аппен слэш кэш то есть домашние префикс домашнее задание часть 3 3 милдвер до промежуточный слой база дир секретки дебаг ловит хост эти настройки они есть и их надо вообще они сразу по умолчанию в проекте инсталитап сайта айди рут все очень нужные и дальше вижу как рекомендовано сделано вики то есть вики это как я говорю надо взять за хорошую привычку то есть марк даван в обертке мк докс помещать проект чтобы документировать проект документировать куски кода не надо ничего откладывать на какую-то память мол если вы проделываете урок и отложили ай вот понял и все ребят забудете и напрочь когда вы создаете проект и сразу создаете вики вкладывать марк даван вы начинаете все записывать это очень хорошая привычка это привычка там вы можете написать во первых все ваши описать настройки во вторых поразмыслить над новыми вещами в третьих заложить куски кода которые вы часто используете то есть у вас появляется хорошая документация в которой вы сами то и понимаете ну а здесь вижу следующее задание как создать свой мильдвер до промежуточный слой молодец 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 что это скажешь потому что очень серьезно работает сергея сачи и смотрю вот Владимир Фомичев тоже молодец так что я хотел еще рассказать вспомнил ребят вот такую вещь смотрите запомните вот видите вы например в интернет нет ни в коем случае я не выгоражил из школы Буфсуновского но она имеет однозначно преимущество потому что доступ по жизни я хочу чтобы вы настроились на то вот допустим там часто видишь что пишут в интернете там курсы у нас там 3 месяца 6 месяцев это ху-е-та и вы научитесь там писать ни хрена вы не научитесь ребят ни хрена я наблюдаю не одно поколение участников и становление участников бляч вот поругаюсь бляч но почему профессию программиста соотносит допустим с профессией водителя водитель отучился там 3 месяца как-то поедет да поедет потом накопит опыт программист работать не начнет через 3 месяца возьмем python да начальный курс три месяца вам хватит на то грубо говоря чтобы просто пройти все уроки например по python просто познакомиться но не начать писать но это же код код достигается понимание по-э-та-пно не бывает такого что пришел и бац вот я часто читаю вот быстро выучу python почему-то такое интересное мнение что если python просто его легко выучить вот так будет развиваться у вас просто надо понять для себя этапы и по сути дела развитие идет вот таким образом если вы правильно развиваетесь если взять здесь время но здесь зависит ваше отношение ну извините что я ругался но просто иногда честное слово злость берет насколько люди легкомысленно относятся или там другие пудрят мозги что за 3 месяца ты станешь программистом ребят смотрите ну сейчас я найду вот вот правильный правильно парень делает кстати спб тире тут это просто новости школы можно узнать что происходит в школе здесь отключены комментарии здесь просто информационная страница посмотрел и понимаешь ага в школе проходит то 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 сейчас секунду вот 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 я обычно предлагаю посмотреть два видео эту статью я вам дам почитать значит вот правильный подход давайте размышления при этом заметьте я ведь одни и те же вещи даю всем но составляет конкретные планы присылают единицы а ведь когда человек составил конкретный план то есть что он будет делать потому что не зря вот тут есть видео которые будут отправлены вы будете отправлены на ссылки например вот это ваш план питон 3 ваш план и ответ на вопрос как собственно изучать язык программирования либо второе там видео система что делать в школе когда пришел так вот доброго времени суток кстати мой ну так так по совету снес Windows установил Ubuntu 18.04 но если вы собираетесь работать с серверами программисту нужен Linux я не собираюсь ни с кем спорить но нравится вам Windows пожалуйста но я долго шел к Linux на самом деле сам лично но вот раньше я читал такие вещи что человек который работает с Linux он не может программировать да он не может перейти допустим на Windows я вам скажу это правда например по сути дела стоял бы такой вопрос мне сказали вот с сегодняшнего дня ты работаешь только на Windows наверное я поставил программирование потому что я не согласен терпеть все ограничения которые дает Windows по сравнению с Linux 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 не просто освоить я вам скажу честно да работать начать с ним довольно просто но освоить надо время но по крайней мере каждый может себе поставить задачу за три месяца стать уверенным новичком вот Windows да возьмем Windows закрытая система это пользовательская система она хороша для банковского работника который запускает одну программу она хороша для людей которые просто являются пользователями да программисту то есть мы не можем не внести изменения Windows мы ничего не можем мы можем только цеплять как новогодние игрушки программы да и там большинство ребят которые не освоили Linux они говорят ой в Linux писать надо а здесь вот нажал одну кнопку оно установилось ребят дело ведь не в этом дело в другом что есть вот есть чистое да у нас вообще ничего нет мы берем ядро Linux вот тут Windows одна система мы ничего не можем сделать мы можем установить программу мы в Windows постоянные гости мы для них лузер то есть для разработчиков Windows вы мы никто да грубо говоря гости да хочешь пользуйся хочешь не пользуйся здесь в Linux мы берем ядро и начинаем собирать систему под себя под наши задачи и в конце концов вот это все слушается командную строку какая будет система зависит только от нас ну вот в чем разница разница в том что в Linux всегда все можно исправить когда вы понимаете что делать и она становится системой то есть это продолжение вас программисту нужна командная строка он программист он творит код ему надо чтобы вся система работала на него и брать рассуждение что лучше хуже здесь нет программисту нужен Linux на этом точка ему нужна среда система которая и будет являться и средой разработки которую он может менять выправлять но в Linux есть одна особенность настроенная Linux вот как сервера работают да она ни вправо ни влево вот если вы ее настроили правильно она будет работать сто двести триста пятьсот лет и она будет работать всегда в одном и том же состоянии то есть ни туда ни сюда все как вы задумали Windows так никогда не будет работать на самом деле Windows очень нестабильно во-первых она дырявая там все слежение во-вторых накопится ошибок реестра в Linux вы удалили папку и все тут нет никаких реестров забудете что такое дефрагментация и все прочее но самое главное командная строка запомните ребята поэтому открываем да вот смотрим по совету снес Windows установил Ubuntu 18.04 LTS я рекомендую ребят большинство рекомендует начинать с Debian ребят это неправильный подход нет вы можете но с Debian вы ни черта не научитесь в Debian ошибок нету вы установили и чему вы научитесь ничему в Ubuntu так как она бежит вперед постоянно много обновлений поэтому что-то где-то с чем-то не сходится и приходится править но легкость в том что мы смотрим ну я к примеру да очень много информации то есть большое соотчество всегда легко находить ответы а Ubuntu это производная Debian вот поработаете с Ubuntu я всегда рекомендую поняли что поднатарели тогда выбирайте абсолютно любое окружение рабочего стола лучше начать сразу если вы будете лазить ставить Windows потом брать ходить за бегами в Linux у вас нет ответственности тогда вы ничему не научитесь ответственность появляется когда вот вы установили Linux и начали в нем работать и вы начинаете понимать а другого то у вас нет и вы вынуждены решать все вопросы и так помучившись месяца три вы начинаете в нем понимать потом вы начинаете его любить потом вы начинаете его боготворить и обожать когда вдруг вы начинаете работать в командной строке она вас слушается и вы начинаете ловить кайф и говорить да Linux возможно все ну я просто так рассказал это действительно так и есть но возможно хотел вас немножко воодушевить теперь по обучению то есть смотрите я даю всегда посмотреть два видео это я сказал что эту статью дал ну Тор и больше посмотрел и он расписал только себя по ссылкам что он должен делать в школе то есть что начать проходить это вы сами почитаете так вот ребят смотрите когда вы приходите не надо вообще ставить никаких рамок почему потому что я вам говорю что это бред это бред прийти там трехмесячные курсы через три месяца вы станете программистом вы станете болваном с кашей в голове вот и все кем вы станете нельзя за три месяца стать программистом почему ведь кругом есть определенный шаблон он относится и к программированию ну по сути дела чтобы стать профессионалом ну вообще для программиста это 10 лет для обычных профессий 5 лет но начать писать код вы будете в питон грубо говоря уже с первых уроков это действительно так так вот первый раз вы проходите вы практически знакомитесь у кого-то это месяц у кого-то два у кого-то полгода это не важно важно что вы проходите потом вы начинаете постоянно нечто добирать да то есть где-то на втором периоде который вы определили вы начинаете допустим писать уже приложение джанго да джанго там кинтер ну у каждого свои предпочтения но я всегда говорю берите джанго почему потому что в нашем современном мире без сервера сегодня все не актуально все сегодня все программы требуют обмена информацией то есть по минимуму сервер согласитесь поэтому джанго самый простой способ понять потому что он стабилен джанго то есть нам ничего не надо в нем ладить просто его изучить понять серверную часть а потом можно когда мы работ научились работу джанго мы можем делать все что сервером мы можем сервер менять там делать его файловым делать его для веб делать его хранилищем тут все дело простое на самом деле когда вы это знаете простое всегда когда знаете ну вот ребята о чем я хотел сейчас сказать приходит третий этап вот а то о чем мы сейчас говорили да то есть я показывал домашнее задание в начале курса Владимира Фомичева и тоже делаю Сергей Асачий то есть вот на этом этапе на третьем когда вы в принципе написали уже один несколько сайтов и или там несколько программ приходит время когда вы начинаете начинаете понимать то есть ловить себя на той мысли что в принципе вы код понимаете но полноценно писать не можете это тот период когда надо относиться уже серьезно то есть сейчас в данный момент кто на таком периоде ответственность лежит полностью на нем есть Сергей Асачий да вот он через полгода начал писать на двух языках так нет ни одной рубрики в школе где он что-то все не пропустил через свой код да везде его код я не могу себе ответить на вопрос почему так не делают все я знаю что все много людей очень в школе просто посмотрели уроки да понятно пошли дальше через год через год ничего код понимаю писать не могу вот и все и эта ситуация остается на этом уровне не до тех пор пока человек не начинает относиться серьезно а серьезно это значит брать и разбираться в каждом моменте до полного понимания вот примерно как расписывал Володимир Фомичев вот примерно как делает Асачий я говорил посмотрите что делает Асачий в школе да пришли посмотрите по записям видно что он делает много кода с жупитером разбирался с моделями уже серьезно разбирался вот именно этот период третий когда вы что-то понимаете но он никак не укладывается ни в какие три месяца ребята он у каждого свое время приходит кому-то надо полгода кому-то год кому-то действительно три месяца в зависимости от времени вложенного в зависимости насколько легко вам будет даваться в зависимости от того выполняли ли вы домашние задания составляли ли планы потому что ведь я не зря сделал вот это вот видео да и говорю что ребят чтобы в школе уже там больше семнадцати суток видео но это все не имеет значения пока у вас в голове пока у вас в голове не будет четкого понимания а как я буду изучать язык а как я буду понимать что я расту а в какой последовательности а когда я приступлю к практике вот именно к приложениям то есть это все вам надо определить да в школе все по шагам планы по пунктам первое второе третье четвертое и так далее но план вы должны сами для себя составить поэтому я говорю послушали видео записали что вы собираетесь делать ведь дам прочитать статью вот ребята которые изменили жизнь да то есть кто-то получил работу кто-то ну по-разному да почитайте вторую еще статью сами почитайте так вот в любом случае есть такая вещь надо понимать ребят есть видео урок вы его посмотрели это только 20 процентов будем говорить так дальше идет самостоятельная работа карпение да карпение над материалом вот я говорю допустим дошли до функций и сразу переходите в раздел практика поэтому поэтому в начале нету но тем не менее вы начинаете проделывать группе одно дело вы просмотрели код другое дело вы весь этот код начинаете прописывать сами используя поиск почему потому что у вас должно сформироваться какие как все это надо формировать это ничего не будет кто такой хороший программист тот кто все знает нет таких программистов ребят все знать невозможно тот кто знает где найти как задать правильно вопрос я собрал вопросы то что является то что в каждом коде то есть абсолютно в каждом тут 9 или 10 страниц я направляю вопросами да вы уже проделываете вот одно дело можно прочитать вот очень простенький код да первичный код вот когда Сергей Асачи писал вот такой вот первый код ну грубо говоря по python да на сегодняшний день на сегодняшний день он уже легко пишет вот такой вот код с моделями это неплохо то есть за это время сколько в школе я посмотрел просто в чем дело сказали Ubuntu вот начал с Ubuntu сказали Debian освоить освоил Debian сегодня легко работает уже серверами да то есть легко начал понятно что Debian сервер делать все это идет как бы по нарастающей от простого к сложному но смысл один что зачем вот я рассказывал это все видео что ребят запомните самостоятельная работа самостоятельная работа включает очень большой объем за вами да поэтому есть вот именно изюминка которую рекомендую есть ли в школе мой стиль есть первое составьте план второе изучайте Python и дойдя до функции начинайте отрабатывать раздел который я показывал начните изучать второй язык дойдя до функции ребята самый благоприятный период почитайте потом да я рекомендую изучать Kotlin по сути дела так у вас на месяце наметится 4 языка Python Kotlin Java GC достаточно чтобы выполнить абсолютно любой проект работать абсолютно с любыми библиотеками писать и мобильные и веб приложения надо в начале когда-то еще начинал в 2009 году я тоже задавал вопросы они тоже были неправильно какой язык начинать что на нем можно языки надо разделять по рынкам ребята допустим веб так вот а сачи видите вот сейчас прислал домашнее задание создается 0 сейчас ответим ну все правильно это адрес компьютера для сети в России угу ребят ну основная цель была этого видео просто как-то ну не знаю то ли подготовить вас что изучение языка это работа и показать ребят у которых получается то есть исходя из видео вы увидели что ребята у которых получаются они выполняют все домашние задания они все пропускают через код ну что где-то непонятно спрашивают в школе бусиновской есть такая особенность не потому что там плохо или хорошо а смотрите сейчас наверное дам эту статью вот пояснение с кем занимаются в школе бавсуновского ребят я я ребят вообще не вижу это мой стиль такой то есть смотрите я работаю с тем кто выполняет все домашние задания на постоянной основе зачем я это делаю вы вот прочитаете я это делаю за тем что много ребят то ли из-за отсутствия времени они допустим не могут столько уделять но программировать хотят и эти ребята именно посмотрев этот код начинают потихонечку втягиваться и приходят определенные моменты им уже легче понимать поэтому вот такой стиль не надо прийти говорить вот я был с вами работать или нет здесь все очень просто у меня очень простые такие правила у нас каждый выбирает свой темп то есть вы должны сами для себя определить зачем вам язык для работы либо это хобби либо вы хотите написать проект в любом случае в любом случае начало начало работы с языком оно для всех одинаковое со временем вы обязательно найдете себя у кого-то выстрелит машинное обучение у кого-то веб у кого-то мобилы обязательно найдете себя увидите давайте я к концу видео перечислил итак первое вот первую статью почитаете и вот эту вторую почитаете я их дам в описании видео первое надо посмотреть несколько видео и неважно учитесь вы там в школе вовсуновского любой другой школе и составить план ваш личный план пусть там будет тысячу планом в той школе но вы должны четко понимать что и зачем вы будете изучать это первое второе выполняете все домашние задания старайтесь выполнять не надо бежать надо просто идти помните что за три месяца вы не не выучите язык вы познакомитесь с языком и как определить не как определить насколько быстро вы будете изучать язык зависит только насколько скрупулезно вы будете относиться есть заблуждение что быстрее уроки пройду я говорю больше запутаетесь не быстрее а качественнее качественное это значит выполнять все домашние задания все прописывать через код все писать код 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 у вас ни дня не должно быть без строчки кода помните вот вы пришли там изучаете у нас в школе допустим когда приходит человек вот он полный ноль вот как пришел когда-то асачи сергей полный ноль да как он писал что установить убунту было как собрать космический аппарат так вот вы начинаете изучать python да там пошли python от а до я тут около четырех суток видео уроков и пошли изучать вот с этого момента важно быть в группе ведь основное значение имеет группа почему потому что в группе постоянно выполняются задания постоянно кто-то пишет код постоянно задаются вопросы надо вариться в этом здесь ваши единомышленники вы начинаете постигать новое но как я говорил здесь есть важный момент я сейчас не буду искать но допустим к примеру разбираются извлечения по срезам а вы это проходили и вы четко для себя понимаете что вы слабо это знаете вы все бросаете так как такие вещи которые входят в основы python срезы типы данных они должны отлетать вот познакомились с языком увидели в группе по срезам и вы начинаете это все прогонять до тех пор пока вы не не поняли полностью и так всегда используйте группу потому что есть база я тем более подсказываю когда человек вижу выполняет задание я подсказываю сейчас еще разбери сейчас в том в том следующий момент дошли до функции функция это рабочая лошадка дошли до функций с этого момента начинаете уже серьезную работу самостоятельно да сайт скоро поменяется я его переписываю но в любом случае смысл не изменится да эти ссылки будут такие же да начинаете изучать раздел самостоятельной работы здесь важно выработать два навыка здесь во первых собрано то что встречается в каждом коде коде то есть идет сначала разработка функций потом глубокое изучение ооп понятие да уже совсем глубокое так вот это все надо прописывать в этот же момент начинаете изучать второй язык в школе предлагается котлин ээээ не путайте котлин не для мобильных приложений котлин это полностью полноценный язык на котором можно написать мобильное приложение веб-сайт и даже сам сервер запомните это очень крутой язык в любом случае изучая котлин вы вытянете на себя джаву когда у меня спрашивают а стоит ли изучать первый язык джава ребята не стоит джава объектно ориентированный язык и не понимая объектно ориентированное программирование то есть ооп вы ну не вы а в большинстве своем ребята бросают после первых там десятка ошибок потому что не понимают котлин он простой как python по сути дела создавая перемены и делая там с ними разные действия все банально просто но при этом котлин всегда можно перегнать джава а так как в python вы изучите ооп а ооп python имеет ну самые широкие возможности которые только есть и потом у вас пойдет сравнение легко потихонечку начнет пониматься джава потому что вы ооп вы уже будете понимать а котлин вас выведет на джава все равно то есть джава вы прицепом выучите ну а gc gc говорю что сейчас поясню смотрите когда вы начинаете изучать два языка вы начинаете изучать программирование в целом почему это архиважный момент допустим я не раз рассказывал историю такую что когда я начинал изучать в 2009 году язык то прочитал статью вот отдайте программирование 10 лет выучите десяток языков я подумал что хоть бы один выучить это было ошибочное мнение и оно у меня длилось года 4 это было неправильно это был тормоз почему ну например я изучал там функции ну функции в python и поехала я не задумался больше ни о чем я думал ну вот функции такие есть потом когда мне понадобился gc я оказывается узнал что функции бывают совершенно там верхнего уровня и так далее и так далее то есть я начал понимать что функции то сами по себе разные и вот когда вы начинаете изучать два языка один с динамической типизацией второй со статической типизацией понимаете смысл один вы там и там пишите функции да они записываются по-разному но это мелочь это не имеет значения вопрос в том что вы начинаете постигать тонкости и по сути дела вы можете взять в любой момент любой третий язык и вам не надо уже там изучать полностью функции вам достаточно просто прочитать а что есть функция в том языке и вам будет понятно именно так со временем вы будете воспринимать поэтому дошли до функции в python сразу подключаете второй язык даже вам будет казаться что это рано не рано ребят это самое время то есть по сути дела о чем я говорю я говорю о том что то дошли до функций и вы начинаете работать с разделом допустим вот в нашей школе да ООП и начинаете и подключаете второй язык и вы начинаете вот это все гнать и в чем разница разница в том что если вы изучали один язык то вы изучали только язык когда вы изучаете несколько языков у вас начинает работать сравнение то есть в принципе совершенно обычный механизм мозга естественно который вы используете каждый день в повседневной жизни на сравнениях стоишь на улице зимой холодно зашел в квартиру тепло да хоть греет батарея но мы оцениваем мы ж не смоем от батарея и она теплая мы говорим просто тепло потому что а все остальное подразумевается механизм сравнения начинает работать и вот тут когда вы изучаете два языка начинает работать механизм сравнения и вы начинаете понимать что а ведь все языки то схожие то есть вы начинаете у себя уже находить информацию не в книгах а у себя сопоставляя вот вы написали функцию на python а в kotlin вообще идут примеры kotlin и сравнить я даю с python а потом написали функцию на kotlin и вы четко понимаете что что общее что у них это функция то есть маленькая программа которую можно применять многократно но в python функции содержит то то а в kotlin то то осведомленность о языке языках и вы начинаете уже понимать в программировании вам начинают быть доступны те вещи которые никак не могут быть доступны при изучении одного языка и чтобы вы меня поняли уже ладно и так много времени я всегда зачитываю эту историю в принципе я все это переживал вот Сергей пишет на тот момент когда Валерий Иванович предложил изучение kotlin я уже начал изучение python и был где-то возле функции правда в четвертый раз вот вам подсказка да то есть не пробежали а разбирайтесь я вцепился зубами перевел его по полной я не хотел откладывать плюс у меня были были сроки которые я себе установил я не хотел изучать kotlin сейчас хотел пройти сначала python это ошибка ребят с функцией с функцией два раздела начинаете узнав знаете что вас может испугать путаница так вот ребята в эту путаницу я вас и втягиваю эту путаницу надо пройти вот смотрите начиная абсолютно любое дело которое вот у вас есть какое-то хобби и вы сейчас можете навскидку в голове вот свое хобби представьте вы все действия можете прокрутить в голове правильно? правильно потому что вы это проделывали много раз каждый свое хобби представьте так вот в языке то же самое понимаете вам кажется что вы если изучите python то вам будет изучать kotlin проще ребят не будет проще ведь дело не в python не в kotlin а дело в том чтобы начать быстрее изучать программирование в целом вот в чем дело и именно в эту путаницу я вас толкаю на самом деле это вам кажется путаница но это не путаница этого не надо бояться это надо пройти рано или поздно вам придется пройти этот период и даже если вы 10 лет занимались одним языком а потом начали изучать второй язык у вас путаница будет и страх тот же самый что было ранее так вот я отложил python начал изучать kotlin уроков по kotlin было немного пройдя их я вернулся к python таким образом я начал чередовать несколько месяцев все было как в тумане единственное что я чувствовал это то что у меня есть тон информации которые я не понимаю что мне делать я вымытым меня вырубает за ком руки начали сомнений навалилось нормально я думал что ничего не понимаю но это мне только казалось на самом деле это всегда так кажется на самом деле я все понимал просто мне еще не открыла вся картина но картина открылась сам до конца не знаю я увидел что у меня нет разницы между kotlin и python ребята это важный период который надо пройти потом вы начинаете уже писать абсолютно на любом языке и вам без разницы перед вами gc java kotlin вы просто залезли в справку посмотрели и пишите потому что все основные понятия у вас уже отложились то есть каждый язык в принципе имеет схожие понятия типы данных функции и так далее и так далее поняли меня вот это самое главное в принципе вот такого вот и придерживайте тогда все будет нормально ну и поставьте себе задачу для чего вы это делаете ну а то что вы найдете себя и не сомневаюсь не надо специально себя искать просто в любом случае первый этап изучения программирования он одинаковый потом где-то вы кто-то веб кто-то мобилы и оно просто екнет и вы будете понимать я хочу этим заниматься меня просто вот рвет я не могу спать и это будет само говорить но последнее что я скажу вот эти две ссылки я дам что помните что я сказал что сначала вы изучаете язык потом когда вы начинаете уже работать самостоятельным разделом то есть вы ставите в голове вопросы находите их решаете код то уже язык вырастает не из книг а из вас на сравнение ребят это разные вещи абсолютно но для этого надо инструменты да первый второй язык самостоятельная работа видео уроки то есть получается несколько направлений которые вы делаете вы услышали меня сейчас это важно тогда язык растет не из книг а из вас ребята но это вы понимаете но не понимаете еще раз послушайте если совсем не понятно так просто делайте как я говорю вы это увидите на практике спасибо все получится спасибо 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 и